да вот пятерки пошли отлично хорошо ну что ж давайте тогда начинать я пока буду объяснять что к чему и как к нам присоединятся люди с чего мы начнем тему как я уже заявила что такое нейрографика с чем ее едят так как я два дня провела на плотном интенсиве на семинаре я уже на самом деле этим методом занимаюсь и интересуюсь уже больше двух лет и соответственно рисую для себя рисую с клиентами до добрый вечер кто присоединился рисую и очень много открытий сделала понимала что мне не хватает глубины знания не хватает каких-то вот тонких моментов и именно за этим я пошла на семинар два дня привела там она даже не семинар это полноценный тренинг рисовал 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 рисовала свои вопросы рисовала свои запросы получил очень много информации на свои на накопившиеся вопросы и соответственно эти этим всем сейчас буду с вами делиться напишите пожалуйста кто-то уже знаком с этим методом постам не знаю помашите или что то еще если вы знакомы напишите если вы уже пробовали рисовать мне очень интересно если такие как много новичков и как много кто уже пробовал рисовать напишите мне пожалуйста в чат и я пока буду рассказ потому что все равно я знаю что будут слушать записи вы и будут новички я буду рассказ на самом деле очень кратко буду рассказывать со стороны не скорее со стороны арт-терапевта да то есть общим таким вот общим взглядом то есть не конкретно что я там сертифицированный специалист и теперь нейрографика это единственная волшебная таблетка единственная верная и и вообще теперь только занимайтесь ею нет скорее я расскажу как она работает как один из инструментов арт-терапии и какие в чем ее пользы в чем ее в но выгода в чем в чем ее плюсы сразу скажу что одна арт-терапия одна нейрографика не работает вот нейрографика и еще стали называть нейро арт 1 не работает без знания психологии без знания каких-то базовых вещей как как на наше тел без без знания даже психосоматики добрый вечер новичок вижу без знания психосоматики без знания психологии как мы в нашем мозгу действует программа работает как мы вообще без знания арт-терапии тоже это очень важно нет конечно можно обучиться можно научиться очень много информации в интернете бесплатный и я начинала именно с бесплатные чтобы понять что такое нейрографика как она работает и можно для себя работать можно для себя решать разные разные задачи другой вопрос что если хотим глубже идти то все таки вот одних курсов по нейрографики будет недостаточно следует действительно должен быть какой-то больший багаж пока же знаний потому что арт-терапия как я уже говорила что это решение проблем с помощью рисунка и вот нейрографика она в чем и плюс то что удобно можно можно быстро 1 1 1 порисовал хотя по факту с кем я не общаюсь кими не опросы сколько не проводила меньше получаса меньше часа а народ не рисует в этом стиле потому что во первых затягивает засасать как и любое рисование в принципе во вторых действительно для проработки внутренних процессов требуется время именно поэтому за такие вот время затраты в этом отношении мне очень нравится а скорее правополушарной интуитивная арт-терапии то есть правополушарное рисование и интуитивной терапии когда там можно быстрее быстрее запустить процесс с помощью именно пастозных красок чем не хороша нейрографика тем что ее можно брать с собой в дорогу я вот пуска беру именно все по нейрографики потому что это не надо краски это достаточно фломастера достаточно карандаш и иногда даже просто вот черно там синие ручки я в машине рисую только ручкой да у меня такие монохроматические рисунки получается это удобно нейрографика это решение проблем с помощью не просто рисунка с помощью так называемой нейролинии с помощью символов с помощью фигур и она имеет свой определенный стиль я вам покажу прям немножко работ своих работ чтобы вы поняли о чем речь вот посмотрите вот это вот самое это есть нейролинии это тоже нейролинии и вот это тоже нейролинии видите фигуры фигуры к пасхе яйца счастья вот посмотрите причем обратите внимание можно крутить вертеть разными сторонами получается каждый раз разная картина вот это тоже нейрографика и вот это тоже нейрографика а вот это эксперимент как раз таки мой эксперимент когда вот под рукой ничего нет я специально оставляла чтобы показывать показывать для быстрых за приведу решения быстрых запросов как раз таки очень даже что возможно были обычного листка бумаги и обычного и обычной ручки чем-то это схожу похожи с дудлингом механизм ради воздействия почему потому что что такое дудлинг это тоже опять же как от слова дудл каракуля и когда вот человек в каких-то эмоциях своих переживаниях своих мыслях он чего-то начинает неосознанно чиркать и это и у него происходит освобождение либо же он ищет какое-то решение и к нему приходит это решение то есть не получается что мозг работает мозг что-то там переживает прожевывает пережевывает вот эти вот символы но я не символ и импульса тела и что выход и моторика помогает соединить внутри меня связи вот эти наши нейронные связи соединить в цепочку в красивую единую кого картинку почему в общем-то и называют тоже нейрографика нейроны формируются нейроны как и в любой арт-терапии в данном случае когда мы решаем мы как раз таки что такое арт-терапии это поиск новых решений когда мы прорешиваю когда мы прорисовываем по в моем мозгу происходит решение какие-то наших задач новых решений новых путей развития новых способов то есть мы выходим из наших не старых шаблонов потому что старые не импульсы и к старые нейронами не то что они не работают они работают но не они не эффективны когда мы прорисовываем мы формируем новые нейронные цепочки новые связи и таким образом мы находим новый способ действия мы вот она ага озарение бинго там инсайд и прочее называйте как хотите это происходит с помощью как я уже сказала с помощью фигур с помощью линий но если идти еще глубже и дальше именно вот нейрографик не нейрографиста позиционирует этот способ таким образом что это рисование смыслов смыслов и образов то есть мы за каждой фигуры там будь то это треугольник будь то какой-то там квадрат или просто линия мы это наделяем каким-то смыслом в принципе как и в любой арт-терапии да это символизм я вот нарисую свечу для меня свеча это символ света это символ ясности мышления это символ чего-то там как как не назови это символ символ чего-то вот здесь также в нейрографики упростили до как какого-то набора фигур которые этого вполне достаточно когда которым мы и мы сами наделяем смыслом и вот сам павел пискарев основатель метода он по большому счету я я высказываю свое мнение свои догадки он собрал там 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 собрал собрала все объединил систему в красивую интересную и работающую систему это очень здорово это на самом деле систематизирует но как говорится все было придумано до него и у него например те же значения фигур очень часто опираются либо на юнгов скую систему на юнговское значение либо же тоже солнце он берет со славянской мифологии со славянской со славянской символизм и то есть вот собрал там 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 объединил почему потому что ну потому что это работает и потому что это вот объединив его и выразив на листе бумаги с помощью современных инструментов карандаша фломастера он увидел насколько меняется жизнь людей и это здорово очень здорово что он это все соединил и подал в оформлен в виде такого учения что мы с вами можем сейчас этим заниматься что еще и хотела сказать здесь тоже как и в любой арт-терапии листочек лист бумаги является проекции нашей жизни либо проекции может быть какой-то проблемы но чаще всего это именно проекции нашей жизни проекции вселенной проекция пространства и мы себя там рисуем либо здесь разные варианты либо внутри проблемы либо мы рисуем чисто проблему либо мы рисуем способ ресурсы решения здесь тоже момент моменты разные мы можем нарисовать способы решения проблемы мы можем нарисовать ресурсы для решения проблемы чтобы получить мы можем нарисовать как себя внутри можем и не рисовать можем отношения прорисовывать отношения между двумя фигурами и вот пожалуйста фигура я фигура там партнера или это может быть это объект какой-то субъект это может быть отношения с деньгами, отношения, не знаю, системы здравоохранения или что-то ещё, да, вот ну, какие, с кем и с чем хочется наладить отношения. Всё это прорисовывается. В принципе, в любой арт-терапии тоже есть аналогичные способы. Я вам сегодня рассказываю про нейрографику. И вот, например, у меня, пока я училась, у меня мои метафорические карты, они очень хорошо ложатся в эту систему. Каким образом, я вам ещё расскажу. Сегодня вы это увидите, узнаете и попробуете также. Я надеюсь, по крайней мере, попробуете. И поэтому я прошу вас сейчас загадать, уже начать думать над проблемой, которую вы не можете решить, над задачей, которую вы хотели бы найти, решение для которой. И вот об этом уже подумать мы в процессе сегодня с вами позанимаемся этим. Будет механизм, что мы поработаем. Я хотела с вами поделиться своими открытиями, своими осознаниями. Они, знаете, связаны, наверное, побочным образом с нейрографикой, потому что, как я уже сказала, я шла с многими вопросами, и технического, в том числе, характера, я это получила. Но и у меня было очень много мыслей в голове и вокруг моих личных, и в том числе профессиональных. И очень вот так интересно это развернулось прям в конкретные вот фразочки, 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 ага, вот бинго, именно бинго, встало на место, все стало настолько ясно, понятно, что, боже, как я сама до этого раньше не додумалась. И, знаете, я хочу обратить ваше внимание, возможно, то, что я скажу, это будут очевидные вещи, они очевидны для ума, но на уровне тела мы это не понимали. А как? Ну, типа, вроде, да, все логично, но вот мы, когда мы чувствуем или не чувствуем, я в последнее время очень много рассказываю о том, что, почему у нас не получается что-то получить, потому что наше тело не знает, наше тело сопротивляется, у него много программ, когда оно просто не понимает, как это. То есть, я, я миллионерша, хорошо, я головой представила, я там о себе рассказываю аффирмацию, что я миллионерша, но я не миллионерша, потому что тело не знает, как это быть миллионером, как это, какой образ жизни вести, образ миллионера. Тело не знает новых привычек миллионера, поэтому тело сопротивляется и не верит. Во время прорисовки вот там я миллионерша происходит осознание, происходит подружение головы с телом, и мы понимаем, что, а что, так можно было? Да, можно жить по-другому, и да, можно жить миллионером, и этот образ жизни возможен для меня. Более того, я могу жить, как, вести образ жизни миллионера, не будучи миллионером, но там просто вот знаю, какие привычки у того же миллионера, да, и, соответственно, так действовать. Это я вам сейчас рассказываю принцип. И вот вот один из моментов осознания, это как раз-таки можно обвинять других, если мы неознанные люди, можно обвинять обстоятельства, можно обвинять себя, если у нас что-то не получилось в прошлом, и что, да, мы не достигли, мы упустили время, мы упустили возможности. Но вот такое чёткое осознание, вот оно в очередной раз меня догнало, и уже на более высоком уровне это позволило мне уже сейчас отпускать все какие-то внутренние крючки-зацепки, что прошлое нельзя изменить, важно выцепить оттуда дары, выцепить дары, ресурсы те, которые там были, и использовать их. Причём дары и ресурсы могут быть совершенно разными. Прошу прощения. То есть каким образом? Во-первых, любая ситуация нам была для чего-то дана, чтобы мы прошли какой-то урок. Во-вторых, кстати, поставьте плюсики, кто понимает, о чём речь идёт, да, вот то, что, кто следит за моей речью, я быстро рассказываю. Во-вторых, если мы попрожили эту ситуацию и вышли в любом случае, да, удачно, неудачно, мы получили какой-то опыт. И здесь возникает вопрос, вернее, не возникает на вопрос, а такой момент, что мы можем, если мы не извлекли какой-то опыт, если мы не извлекли какой-то урок, мы так вот по спирали будем идти и наступать на одни и те же грабли. То есть, пока мы не поймём, для чего нам была эта ситуация дана, во-первых. Во-вторых, пока мы не извлечём оттуда ресурс, потому что, ну, можно понять, и, например, меня какой-то человек очень сильно обидел, я не могу до сих пор его простить. хорошо, я не готова заниматься прощением, но я понимаю, что он меня обидел для чего-то, вот для этого, для этого, для этого. Он меня обидел, чтобы я в похожей ситуации поступила по-другому. Вот это ключевой момент, что, чтобы в следующий раз я поступила по-другому. Не обиделась, потому что обиды, это что такое? Я выбираю обидеться, обидеть себя, а поступила по-другому. Вот это вот есть ключевой такой вот ценный урок, ценный дар. И тогда мы можем, опять же говорю, на этого человека продолжать обижаться, но, тем не менее, в следующий раз мы действуем по-другому. Это дар. Еще один момент, который действует у всех русских, ну, русских, там, советских граждан, да, мотивация, мотивация есть от, мотивация к. Напишите, поставьте единичку, кто знает, что такое мотивация от, мотивация к. напишите мне, пожалуйста, поставьте единичку, да, вижу ваши плюсики. В общем, в российском, как в постсоветском пространстве действует мотивация с жареным петухом, простите, что вот я так говорю прямо, да, но на самом деле мы продолжаем сидеть в нашем болоте, мы продолжаем вот так вот страдать, как Аленушка, и ждать, что нас придет, спасет какой-нибудь волшебный принц, и наша жизнь моментально изменится, сказки у нас все такие тоже, соответственно, я пока, я пока посижу, подожду, когда же он придет, я ничего делать не буду, все оно само рассосется и разрулится, и вот мы начинаем действовать, только когда придет птица, жареная птица, и, соответственно, произойдет определенные действия, мы начинаем тогда что-то шевелиться, что-то делать, к сожалению, это так, вот, и как это трансформировать, как это перевести на ту же нейрографику, на ту же арт-терапию, когда мы начинаем работать с проблемами, мы не видим проблему, мы не видим, что в этом есть проблема, мы не считаем, что это есть проблема, и поэтому мы не готовы решать, мы говорим, что нам некогда, у нас нет ресурсов, у нас не получается, ой, фу, ну я сейчас не надо, мне сейчас это не столь важно, у меня есть, у меня другие важные задачи, но что мы делаем в данном случае, как мы можем проработать ситуацию с точки зрения арт-терапии, мы нагнетаем обстановку, мы осознанно втягиваем в пространство жареного петуха, и второго, и третьего, и четвертого, то есть мы начинаем себе задавать вопрос, а что, как изменится моя жизнь, если я ничего не предприму сейчас, как изменится моя жизнь, если я буду продолжать так, как я сейчас, и что плохого произойдет, если я буду опять же продолжать жить так вот, как сейчас, тем же образом, с теми же привычками, как это отразится на моем здоровье, на моих отношениях с близкими, что будет через 5 лет, вот обратите внимание, что спросить человека, как ты видишь свою жизнь через 5 лет, это вот, раньше было 15-20 лет в советской стабильности, сейчас уже 5 лет, это вот туман-туман, и некоторые шоры, я не знаю, куда иду, главное, что сейчас выжить, лишь бы сейчас было хорошо, сейчас мнимая стабильность, это хорошо, не важно, что моя стабильность, это попой сидеть на гвозде, ну, немножко дискомфортно, но нормально же, в другом-то месте, никто ничего не клюет, ничего не делает, вот этот момент очень важно, что мы привыкли жить в дискомфорте, и мы продолжаем жить, и мы не избавляемся, да, вот этот вопрос об осознанности, кто такой осознанный человек, это осознанный человек, который видит, что у него есть проблема, который понимает, что даже если сейчас проблемы нет, но она возникнет, если ничего не предпринять, если ничего не изменить, и лучше сейчас предпринять, ну, небольшие усилия, чем потом вот авральным образом решать проблему, это вот к вопросу о тайм-менеджменте, что, ой, я ничего не успеваю, да, потому что, одно из правил тайм-менеджмента означает, что нужно заниматься не суперсрочными, важными делами, а те, Те, которые важны, но они не срочные. Тогда ты будешь успевать гораздо больше, и тебя не будет вот этих горящих вещей, ты будешь вовремя их сдавать, стресса не будет. Ещё одно осознание, что, ну, оно, в принципе, мне давно зрело, просто сейчас вышло на поверхность оформление слова «проблема». У очень многих людей, но это я вижу, когда ко мне приходят на консультации, что сложно сформулировать проблему. Например, у меня проблемы с отношениями, что-то у меня сегодня проблемы с отношениями. Смотрите, вот, поднимаю второй раз, это надо посмотреть. Вот, человек приходит, хочу наладить отношения, да. Хорошо, начинаем разбираться, а в чём проблема-то. Ну, вот хочу, чтобы было хорошо, там, с детьми, с родными, с мужьями и прочее. Неважно, человек не сам не может озвучить, что он хочет, в чём именно проблема, в чём затык и что же он хочет. Это опять возникает, это опять к вопросу о том, что мы сидим на гвозде, нам дискомфортно, а что, мы слезть, мы не знаем, куда слезть, у нас нет модели хороших взаимоотношений, у нас, мы не знаем, как это быть миллионером, мы не знаем, мы не знаем, мы не знаем. И вот очень важно сформулировать и понять, от чего мы хотим идти, и хотя бы приблизительно нарисовать образ картинки, что мы хотим получить. Пусть это будет собирательный образ, пусть это будет образ такой неясный, но мы добавляем, какие чувства мы хотим при этом испытывать, мы добавляем, какие мы хотим какие-то моменты иметь в жизни, то есть желаемый образ, и что там должно быть в этой моей картинке мечты. Есть такая система Триса, там есть ИКР, то есть идеальный конечный результат, что там должно быть, и обязательно добавляем чувства, обязательно добавляем там запах, еще что-то, картинка должна греть, вот это ключевое слово греть, по-другому не скажешь, вот к нам хотелось бы к ней стремиться, нам хотелось бы туда, там оказаться. Вот это вот мотивация К, и вот это лучше сработает. И во время рисования это позволит перевернуть в пространстве механизмы таким образом, что к нам быстрее придут способы решения задач, к нам быстрее придут ресурсы, возможности, энергия для того, чтобы идти к нашему желанному образу. Поставьте двойку, если кому понятно, вот то, что я рассказала, да, вот про мотивацию К, про то, что картинка должна греть, и, соответственно, вы понимаете, как теперь работать, когда вы в арт-терапии, то как ставите свои задачи конкретно, прорисовывать, что я на решение проблем. Мы с вами еще тоже сегодня порисуем. Следующий момент, что я хотела еще сказать, интересное, это линия времени. Да, добрый вечер, кто присоединяется. Линия времени, сейчас вам покажу очень интересный такой момент. Вот я ее на примере, да, вот лучше на примере я покажу, или нарисую, нарисую. Нарисую, чтобы вам было видно. Вот она, нейролиния, да, линия времени. Ну, в принципе, есть эта линия времени и в любом, и психологическом, и не психологическом понятии. В арт-терапии тоже она есть. И в нейрографике она вот такая вот прям вот какая-то вот неровная, неровная, глубоко неровная. У меня еще тут острые уголки, но вообще здесь не должно быть острых уголков. Я просто вам показываю. И вот время субъективно, хоть и говорят, что время спирально, но оно на самом деле не спирально, оно везде, оно здесь и сейчас. Нет прошлого, нет настоящего, есть только здесь и сейчас. И при этом одномоментно оно есть и там, и тут. И так как у нас, допустим, вот тоже интересный момент в детстве, нам казалось, что время тянется очень долго, и мы что-то там ждем очень-очень долго. Поставьте там троечки, кому так казалось, кто ждал Нового года, дня рождения и прочих событий. Поставьте, что вы понимаете, о чем речь. И насколько мы сейчас у нас насыщены, прям вот уплотнена событиями жизнь, и отрезок в размере там одной недели, одного месяца воспринималось с детства и воспринималось, и воспринимается сейчас, насколько субъективно. Так вот, линия времени, вот именно нейролиния времени очень четко это показывает. Мне вот прям очень она понравилась. То есть смотрите, вот, например, отрезок времени сейчас, и вот такой же отрезок времени я, допустим, вот здесь отмечу. И если я вот эту дугу сравню вот с этой дугой, она будет разная по, ну, может, я немножко одинаковые промежутки взяла, но вот она будет разная по расстоянию, она будет разная по продолжительности, время субъективно. И это сейчас тоже можно наблюдать, когда мы, вот, ну, чаще всего, когда мы что-то ждем, когда мы что-то хотим, когда вот мы ничего не успеваем, оп, время пролетело, да, просто, ну, просто потому что, опять же, много событий. Вот нейролиния очень хорошо это показывает, и в этом способе с помощью вот нейроарта, с помощью нейрографики очень хорошо прорабатывать события, желаемые события, работу с какими-то ситуациями, которые были в прошлом, которые будут в будущем, что мы хотим получить именно вот из-за этих вот самых особенностей. Вот это шикарная прям такая штука, которую я поняла, узнала, догнала и вот, ну, увидела наглядно, и прям вот спешу с вами поделиться. Что у меня, чем я еще хотела с вами поделиться? Давайте, давайте, наверное, я, ну, время у нас, да, время у нас уже прям быстренько-быстренько, хочу, чтобы мы с вами успели порисовать, потому что полчаса будет, ну, надеюсь, что успеем. Что мы делаем? Я просила вас загадать желание, какой-то вопрос, который вы хотели бы решить, понять проблемы какие-то, ну, что вы хотели решить, и запрос будет таков, что мне мешает получить там то, что я хочу, что мне мешает решить такую-то проблему и, ну, осуществить свое желание. Упор на том, что мне мешает. Я сейчас покажу, как мы все это будем делать с помощью метафорических карт. Очень часто мы просто не видим, что нам мешает, да, это либо может быть слепая зона, либо какие-то наши, мы не осознаем, да, мы отказываемся признать, что вот нам мешает тупо наша лень. Мы там саботируем, мы идем там, у нас какой-то перфекционизм включается или что-то еще, но перфекционизм тоже проблема. А мы отказываемся сделать на тройку, но сделать, и поэтому мы, и его сны и ныне там. И вот поэтому формулируйте задачи, я при вас сейчас вытаскиваю три карты, и ответы на это, что мне мешает, мы сейчас просто посмотрим, что мешает, и потом с помощью рисунка проработаем. Итак, значит, закрыли глаза, сосредоточились, сделали несколько глубоких дохов, проговорите желательно слух, что мне мешает решить такую-то проблему, озвучьте ее, и я при вас выбираю три карты, и вы, одна из этих карт будет ответом на ваш вопрос. Так, вот эти вот три карты, сейчас я их, чтобы они были кверх ногами, не кверх ногами. Вот, посмотрите, первая, вторая, третья карта. Посмотрите, выберите, какая из этих карт является ответом на ваш запрос, и я начинаю их скрывать. Вскрываю, вот, посмотрите, поверну, поднесу поближе, у меня тут немножко бликует. Так, вот так вот, можете сделать принт-скрин экрана, тоже еще поможет. Посмотрите, о чем эта карта, но здесь, знаете, в данной методике не совсем обязательно интерпретировать, что это, о чем это. Хорошо, если у вас сразу придет понятие, что, о чем, какая-то, какое-то препятствие, что будет проявляться проблема. Если нет, то нет, просто вот запомните. Сейчас я вам еще сделаю, это вторая карта, да, вот она вторая. Вот, посмотрите, я сейчас ее поближе поднесу. К сожалению, свет отсвечивает по-другому. А вот, сейчас попробую убрать. Вот так вот будет получше, но я буду потемненье, но ничего страшного, зато видно. Вот это вторая карта. Возможно, у вас придет информация, придет решение, что же это такое. И вот третья карта. О чем она, если вы на этой карте, вы являетесь наблюдателем, или вы внутри этой карты, какие чувства вызывает, с чем это, эти чувства могут ассоциироваться, с чем это может быть связано. Сделайте принт-скрин экрана, потому что я подозреваю, что вот очень сильно подозреваю, что после прорешивания с помощью рисунка у вас будет понимание. Кстати, можете написать уже сейчас, у вас пошло понимание, что это за причина. И есть, ну, поставьте, не знаю, можете написать, можете поставить плюсик, что да, поняла. Какая же, что является проблемой. Мы просто будем с вами сейчас решать, решать эти проблемы, убирать. Вот. С помощью метафорических карт мы посмотрели на нашу проблему. Мы запечатлели образ. Мы, возможно, еще не знаем, не понимаем, что там. Хотя раскрутить, но это несложно. Кто со мной давно подписан, я постоянно рассказываю, как работать с картами. И, соответственно, вы посмотрели. Вот берете эту карту, я уже брала ее. Ну, вот, допустим, вот мой образ, то, что мне мешает. Я его, ага, в голову откладываю, запечатлеваю. Это есть моя проблема. Она не дает мне добиться результата. Что мы делаем дальше? Дальше мы берем и рисуем. Берем наш листочек, я вас просила, карандаши и фломастеры. О, да, Света, привет. Ты уже пропустила всю теорию, будешь смотреть в записи. Я рассказываю, как это, что работает. А я кверх ногами показываю карту. Вот. И, соответственно, сейчас мы уже переходим непосредственно к практике. Вот эта карта, мы ее откладываем себе в голове. Это проблема, которая мешает мне решить задачу. Я сейчас перевожу на свое рабочее пространство. Телефон. Мы берем... Чем можно рисовать? Можно рисовать карандашами, фломастерами, черными ручками, синими ручками, зелеными, да любыми ручками можно рисовать. Что есть под рукой. Итак, переворачиваю, настраиваю, чтобы вам было видно. Так, у меня вот тут подставка для телефона, штатив виден. Жутка. Мое... Сейчас, сейчас, сейчас. Вот это переключение всегда не люблю моменты переключения. Но вроде видно. Хорошо. Давайте сделаем вот, что я сейчас выключаю комментарий, чтобы вам был виден механизм, было видно пространство. Хочу успеть. Так, я беру проблему. И лучше всего каким-то светлым маркером. Вот фломастером. У меня желтый цвет, можно взять. Я возьму оранжевый цвет, чтобы вам было все-таки видно. Это проблема. Закрываю глаза. Интуитивно я ощущаю, где эта проблема на листе моей жизни присутствует. И просто рисую ее в виде квадрата. Вот это моя проблема. Небольшого квадрата. Видите, у меня даже рука уже сама спокойно ведет, и поэтому квадрат не совсем квадрат, но это детали. и моя задача растворить эту проблему, сделать ее невидимой, чтобы квадрат был не квадратным. Каким образом я это делаю? Я беру другой фломастер контрастного цвета, вот совершенно любой, к какому тянется моя рука. Так, фиолетовый хотела, но у него я его уже изрисовала. Поэтому я беру вот непонятно какой. Что я делаю? Я опять же закрываю глаза и понимаю, что есть проблема. Окей, я провожу вот такую вот нейролинию. Это что такое нейролиния? Это такая, как дрожащую рукой в виду. По сути, я иду за фломастером. Я иду за фломастером, когда вот у меня нету таких вот паттернов повторяющихся. У меня легкая-легкая-легкая рука и я вот прям, знаете, как вот кисточкой, кто был на моих курсах по правополшарному рисованию, есть такой прием дрожащая кисть. Вот примерно точно так же я даже могу слегка крутить фломастер или как-то вот еще и, соответственно, я добавляю вот этих линий жизни, каких-то там событий, которые пересекают мою жизнь, которые образовались в моей жизни. И прям вот добавляю абсолютно произвольно, абсолютно как мне где хочется, да, вот может вот так вот пойти, немножко прикреплен, но это детали. Следующее, что я делаю, ну, пусть, наверное, этот же фломастер будет, я добавляю кругов. Кругов это те ресурсы, которые помогут мне решить эту проблему, причем моя задача эти круги вписать и чтобы они помогли растворить этот квадрат. Где, каких кругов самых разных, самого разного размера, самых, в самых разных местах, где мне хочется. Видите, вот пересекаются, могут и круги пересекаться, много, немного, не суть важно, причем, обратите внимание, у меня вот здесь совсем, совсем не круг, ну, все, что не квадрат, есть круг. И теперь я беру, вот тут вот тоже ввожу круг ресурсу, прям в квадрат, и добавляю еще линий, я вам сейчас даю прям вот экспресс-вариант, хотя там, ну, более длительный этот алгоритм работы, я вам сейчас экспресс-вариант. И что я делаю, я беру и скругляю углы, все углы, все точки пересечений, все-все-все точки пересечений, вот видите, я с квадратом скругляю пересечения, и вот этим я занимаюсь долго и упорно, долго-долго упорно, по всему листу, я, естественно, у меня времени просто не хватит, но я вам сейчас прям механизм показываю, что я по всему листу и тут должна скруглять, сидеть и медитировать, и скруглять, и скруглять. Возвращаясь к нашей проблеме, я вижу, что она еще видна. Хорошо, что делаем? я еще добавляю нейролиний, я еще добавляю много-много-много-много-много, которые идут через квадрат, вот так, и опять же я скругляю, я скругляю, причем, возможно, знаете, чтобы убрать акцент вот с этого, с этой нашей проблемы, я провожу прям несколько раз могу проводить эту линию, вот видите, я прям кружочки уже такие вот вырисовываю, мне хочется, что вот эти линии событий жизни, их просто добавить, чтобы их было больше, чтобы они были четче видны, и фокус, перевожу фокус решений, ну вернее, самой проблемы на то, что есть в моей жизни другое, ведь что такое у нас проблема, это то, что мы туда энергию сливаем, это мы не видим жизни, наши мысли занимают именно вот только эта проблема, 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 а зачем, когда в жизни столько интересно, зачем мы будем пропускать эту жизнь мимо, мы вот добавляем яркости жизни, именно яркости, и вводим акцент, снижаем важность проблемы, и все, вот и весь процесс, причем, ну я вам сейчас немножко расскажу механизм, если у нас эфира не хватит, во-первых, задача скрулить все-все-все углы, это дело такое кропотливое, во-вторых, вот эти все круги сделать ярче, насыщеннее, ведь это наши ресурсы, и раскрасить, видите, я несколько раз провожу, чтобы это прям очевидно было, что это на то, что нам поможет, наши новые возможности, наши новые ресурсы, наши новые какие-то способности, возможно, знания, возможно, какие-то помощники придут, то, что поможет решить проблему, и обязательно мы раскрашиваем, обязательно, видите, у меня щекой квадрат не ушел, поэтому, что я делаю, я еще добавляю вот здесь кружков, круги еще раз могу, ну, еще раз повторю, что они могут пересекаться, вот тут еще добавляю, прям вот акцент, делаю фокус, что в этой зоне у меня есть проблема, но я ее зарисовываю там этими, я ее превращаю в ресурсную зону, только и всего, как вот знаете, когда наш организм начинает болеть, там получает какую-нибудь травму, болячку, то туда направляются все наши внутренние маленькие санитары, да, и чтобы оживить, чтобы мы скорее стали здоровыми, то есть залатать дырку, и вот здесь также в районе проблемы мы рисуем наши ресурсы, наши силы, привлекаем отовсюду, откуда можно, мы не знаем, что это конкретно, хотя, хотя, если вы прочитали метафорическую карту, если вы поняли, что это за проблема, то вполне возможно у вас уже появились какие-то идеи, что это может быть, во-первых, во-вторых, вы уже, ну и даже если не сейчас, то в течение 72 часов, в течение, вернее, 24 часов у вас будут идти вам знаки, но вообще в течение 72 часов, главное, что в течение 24 часов использовать энергию и вот ту информацию, которая уже пришла, на то, чтобы решить проблему, на то, чтобы решить задачу, помните, я писала этот пост про импульс, да, 72 часов, что вы получаете импульс, на первый шаг очень важно решить, использовать эту энергию, очень важно сделать первый шаг, потом вы идете дальше, у вас приходит еще энергии и еще энергии, и сейчас вы просто открываетесь, ага, я готова решить эту проблему, то есть, помните, да, что она у вас как-то вот, вроде как, есть, во-первых, с помощью рисования у вас снимется острота эта проблема, это вот однозначно, это вот антистресс, вот что он называется в самом таком прямом выражении, что рисование антистресс, и плюс мне вот этот уголок не нравится, я тогда возьму и прорисую вот этот квадрат, я взяла и просто зарисовала сторону, и все, и смотрите, дальше рисуем, рисуем, но вот опять мне тоже уголок не нравится, я еще, значит, здесь зарисую, еще квадратик, можно, знаете, прям вот всю такую область сделать, так называемый вакуоль, у меня почему-то, по крайней мере, такие ассоциации, и вот такие мелочевки закрасить, 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 но это опять, кстати, это я обратила внимание, что это мой стиль рисования, который, тем не менее, стал в последнее время немножко меняться, и это тоже нормально, потому что мы растем, мы развиваемся, и нам перестает нравиться в одном стиле рисовать, и мы начинаем что-то другое пробовать, искать, экспериментировать, вот таким образом мы рисуем, я сейчас вам покажу, как закрашивать, лучше всего, я люблю закрашивать карандашами, можно и фломастерами, но они будут более, не такие равномерные, будут рвать глаз, поэтому я закрашиваю карандашами, и вот раскрашиваем, да, здесь, обратите внимание, здесь несколько кружочков, что я делаю, я закрашиваю теми карандашами, которые мне хочется, хотя теоретически есть у нас технологии, вот цветотерапии, я писала много раз, что означает каждый цвет, и можно использовать прямо уже осознанно, ориентируясь на то, в какой сфере проблема, те цвета и добавляют, те же ресурсы, если у вас пришло понимание, что будет являться ресурсом, что поможет, да, вот эту энергию цвета просто добавляйте, и прорисовывайте, закрашивайте, потому что, ну, с одной стороны, можно, вот экспресс-варианты, работать в монохроме одним цветом, но зачем отказываться от энергии цвета, когда она может стать помощником, я считаю, что надо использовать все возможности, которые дает дорогая вселенная, хотя я тоже, кстати, долго отказывалась, и мне больше нравились именно такие монохроматические ресурсы, пока не почувствовала именно энергию цвета, здесь обратите внимание, здесь у нас два круга зашли друг на друга, здесь у меня еще ничего не скруглено, но здесь получается, что как будто бы один круг на другой нашел, и поэтому я вот так вот делаю, можно вариант раскрасить, знаете, вот каждый вот три сектора с самыми разными цветами, здесь идите за своими чувствами, за своими ощущениями, как это вам больше нравится, я давайте сейчас включу комментарии, отвечу на ваши вопросы, потому что у нас потихоньку подходит время, напишите, давайте я вернусь, напишите, напишите, пожалуйста, все ли понятно, все ли, ну я не буду спрашивать, успели, не успели, потому что даже я не успела, тем не менее, вы, кстати, обратили внимание, я взяла маленький-маленький листочек формата А5, чтобы вам показать именно сам механизм, возможно, если вот прям совсем-совсем вам надо срочно решить проблему, вы берете еще меньше листочек формата А6 и рисуете, что еще хочу сказать, у меня тут впереди намечается одно мероприятие по работе с телом, кстати, кто еще не видел, сегодня мы в сторис, я запустила марафон «Любовь к телу», он, там артерапии нет, поэтому я, поэтому я сделала сторис, там скорее осознанное отношение к себе, к себе любимое, к принятию все и все себя, снаружи и изнутри, но совсем-совсем скоро будет мероприятие, где я в том числе буду использовать вот этот самый нейро-арт и буду показывать, рассказывать, механизмов огромные, множество, инструментов тоже можно много, вот техник, да, вот вы сегодня увидите, как я с метафорическими картами это объединяла, это можно объединять и с красками, это можно объединять и с чем угодно, была бы фантазия, и вот еще раз возвращаясь к тому, с чего я начинала эфир, что без знания психологии, без коучинга, без коучинга это не сработает, нужно все-таки, чтобы процесс был выстроен, чтобы мы вели себя, чтобы мы понимали, для чего мы это делаем, для чего мы рисуем, зачем мы берем этот цвет, а вот этот цвет, то есть мы как раз-таки, вот каждый, каждой фигуре мы наделяем символ, смысл, мы понимаем, зачем и для чего мы это делаем, ну вот я вам рассказала этот механизм, вот да, я вижу, что все понятно, отлично, кому интересно, вот проработать вопросы со своим телом, у меня как раз-таки будет мероприятие направлено по работе с телом, я сама там буду участвовать, как участница, и соответственно, собираю группу поддержки, группу единомышленников, кому интересно, напишите в директ, и я вам расскажу, что это такое, и соответственно, расскажу формат, потому что это пока еще вчера буквально идея родилась, и меня натолкнул как раз-таки марафон «Любовь к телу», натолкнул, что надо привести, когда вот я вот это вот прошла, получила, мне хочется поделиться, дать эти инструменты, кто хочет проработать проблемы с телом, кто хочет вопросы, считая, что у него тело несовершенная фигура, да, вот сейчас особенно тема весны, тема хочется быть красивой, здоровой, стройной и так далее, инструменты арт-терапии помогают этого добиться. Конечно, в любом случае, в любом действии, знаете, можно рисовать, 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 сидеть на попе ровно, но в любом случае нужно действовать, то есть, как в том анекдоте, да, ты хотя бы билет купи, лотерейный, вот здесь мы будем устраивать, как всегда, не только рисовать, но и закреплять это на действии, я помню, да, про импульс 24 часов, приходит понимание, ага, что нужно сделать, и сразу понимание, что я пошла и сделала, потому что в процессе рисования мне пришла энергия под это, и я пошла, я закрутила, запустила маховик решения задач. Скажите, пожалуйста, у вас есть какие-то, да, я смотрю, все понятно, может быть, у вас есть еще какие-то вопросы там про нейрографику, про арт-терапию, про психологию, да, вот то, что я рассказала сейчас в процессе, если вам это интересно, как бы возникли еще какие-то вопросы, давайте я вам отвечу, у меня сегодня метафорические карты, что-то прям тянутся к руке, не хотят вытаскиваться, не хотят, не хочу, рука не хочет с ними расставаться, видимо, сейчас меня ждет расклад на тему отношений, напишите, все понятно, все непонятно, все непонятно, кто рисовал, расскажите мне на самом деле, вот давайте сделаем так, сейчас у вас есть понимание, что было в вашей проблеме, вы сейчас получили инструмент, что можно сделать, и напишите мне потом в директ, буду рада, если вы пришлете свои работы, и ваше ощущение, ваше осознание, дайте мне обратную связь, буду очень вам за это рада и благодарна, вот такой у нас насыщенный прямой эфир получился, на этом я откланиваюсь, да, вот смотрю, нужно до конца дорисовать, да, Свет, нужно до конца дорисовать, обязательно, обязательно, сейчас покажу, опять фломастер, мы, наша первичная задача, то есть мы вот этот квадратик нарисовали, проблема, следующее, мы обязательно скругляем все-все-все углы, обязательно, то есть мы там наметили себе какие-то ресурсы, которые еще не проявлены, мы их не видим, ну, они есть в нашей жизни, они есть в нашей Вселенной, в нашем пространстве, но мы по каким-то причинам их не видим, мы не готовы их увидеть, мы не, вот наша, опять же, слепая зона, либо мы не готовы ими воспользоваться, они вот, мы просто их пока наметили, после этого мы скругляем каждую мелочь, каждое вот пересечение внутри кругов, и кругов с этими линиями, все это скругляем, все это обязательно, выравниваем, что такое скругление, это как раз-таки убирание внутреннего напряжения, это скругление, это отсутствие конфликта, круг, это вот где нет конфликта, где все гармонично, где все хорошо, и вот после того, как мы скруглили, мы как раз-таки начинаем усилять вот эти наши фигуры, наши круги, усилили, опять скругляем, потому что там появляются какие-то маленькие волосачки, есть потребность, там еще добавляем нейролинии, и вносим цвет, вот собственно весь механизм, вся простая такая вот ресурсная техника, ресурсная практика, она самая простая, там я много вам не загружала, как это по принципу, по целому алгоритму, вот этот кусочек, этого достаточно, оно сработает, вот это все, что я хотела сказать, спасибо вам, что пришли, спасибо, что были со мной, рисовали, да, вижу, рисуешь, свет, буду рада, что поделишься своими ощущениями, со знаниями, инсайтами, там рисунками, в общем жду вашей обратной связи, пишите в директ, кому интересна тема поработать со своей фигурой, вот я в том числе с помощью вот этого, и тоже заинтересованным, пишите в директ, все расскажу, все, пока-пока, я побежала налаживать отношения со своими мужчинами, все, договорились, пока-пока-пока, пока-пока,